Сейчас уж так, я с вами откровенничаю, поговорим о теме, где я стерва номер три. Да, я чувствую в этом вопросе себя тоже стервой, по отношению к своим родителям. Мои родители, как сказать, я выросла у бабушки и дедушки, это были мои мама и папа, как бы. Моя мама была каждый день в моей жизни, ну вы знаете, многие выросли так. Я считаю, мне очень повезло, то есть у меня была как бы полная семья. И мы все родом из детства, я также постаралась своим детям дать полную семью. Мы 25 лет с моим мужем уже вместе и вырастили детей. И наши дети знают, они имеют папу, куда бежать, жаловаться. Они знают, мама строже. И они, конечно, сейчас, особенно моя старшая дочь, осуждает меня за то, что я не иду работать. Так как младшая дочь учится, и она считает, мы не поддерживаем достаточно младшую дочь. Но у меня были проблемы по здоровью, и я поняла просто сама по себе, что если я не остановлюсь сейчас и начну полностью работать, зарабатывать, конечно, хорошие деньги, я буду платить за это вполне возможно тем, что я загремлю в больницу. У меня с детства анемия. Но я как-то очень хорошо живу с этим делом, без проблем, но, видать, я просто в какие-то моменты здесь перенапряглась. И за счет этого, конечно, мое здоровье полетело. И сейчас я вот уже второй год занимаюсь восстановлением своего здоровья. Слушаю этого, как я его называю, кройтерхекса, как он называется, травника, больше всего травника. И вот я хочу с помощью его рецептов обязательно убрать седые волосы. Эти седые волосы как раз и появились у меня из-за истории с моей семьей. В общем, когда-то давно моя мамочка заболела, ну, как говорится, пронесло. У нее был, как говорится, микроинсульт, и у нее не двигался только мизинец. Вот. Я, конечно, каждый раз, когда звонила ей, это тоже, конечно, большая проблема, когда ты в другой стране. Но я, как говорится, не первый год в этой стране была. Вот. И я просила мою маму следить за собой, как-то стараться, не напрягаться, когда-то это. Но ей пришлось переехать к деду. Дед у меня умер вот в этом году. Царствие ему покое, царствие ему небесное. В феврале, 29 февраля, тоже интересная дата по астрологии. Я вот интересуюсь этим всем. И... 104 года. Вот такой у меня дед. Ну, мне кажется, если бы он как-то больше любовно относился с сердцем к жизни, он бы прожил дольше. Но у него произошло вот такое развитие, что он заключился только на себе. Эгоизм вселился в его дом. И в этом доме, в большой комнате, жила моя мама. То есть они жили вдвоем. Дед получал неплохую пенсию. И по идее ему хватало. То есть они никогда меня не просили о денег, о деньгах. Я их тоже никогда не просила о деньгах. То есть я решала свои проблемы здесь. У нас были тоже очень такие проблематические времена, когда нам пришлось каждый феник крутить. То есть, как говорится, финансовая карма семьи это нормально. Нормально, что там есть лето, зима, осень, весна. То есть разные времена. Когда густо, когда пусто, это нормально. И в определенное время мой дорогой дед, я его, конечно, люблю. Он меня вырос, он все для меня делал. Но почему-то человек очень изменился. И вот этого я тоже для себя ни в коем случае не желаю. Потому что я своих детей не хочу к ним так относиться, как он стал относиться ко мне. Моя мама, значит, как бы обслуживала его. Она варила для него. Дед у меня очень такой, ну как, по здоровью. Он очень следил за своим здоровьем. Километрами ходил пешком, что, конечно, и я в деда. Я такая вот высокая, худая, я в деда. Даже у меня морщины вот так начинаются, как у деда. Вот, все думают, я похожа на маму, но, скорее всего, я как-то в другую породу. Потому что мама у меня маленькая, такая женственная. Единственное, что, конечно, волосы я от нее получила. Они практически, они не такие уж толстые, но их очень много. Вот, и что получилось? Дед как-то вот изменился, и для него бог стал деньги. Ну, это как я поняла. Ну, позже. И вот, когда с моей мамой случился второй инсульт, уже очень серьезный. Это вот тяжелая ситуация для детей, когда твой тыл уже просто рушится. Причем тяжелая ситуация, в которой я участвовала, я все организовывала. Я приезжала в Россию, сбирала маму из больницы, искала ей сиделку. Значит, бегала, устраивала, чтобы врачи, как говорится, могли приходить домой. То есть я брала на себя, конечно, полную роль мужика. Дед, ну, конечно, старый дед, что он может делать? Но, как говорится, вы знаете, пожилые люди, они непростые. Я считаю, почему это произошло. Потому что мама отыскала свежую воду, дед требовал, чтобы все варилось, супы, все на свежей воде. А это, конечно, тяжелая работа. К тому же у меня мама как бы инвалид с детства, у нее сердечные проблемы. Поэтому они уехали из Владивостока. Мы, семья, как говорится, все корни в Владивостоке. И бабушка, и дедушка родились там. Бабушка очень переживала, писала своим подругам. Дед тоже все время рвался в Владивосток. Для моей мамы это было очень хорошо. Она начала расти, потому что в Самаре. Самара находится как бы внутри площади. Там никаких морей нету. Волга. Клубель моя. Она стала расти, больше солнца. И вот как-то вот так вот переехала. Ну, в принципе, очень интересно. Я посчитала деда по нумерологии, как я смогла. Я слушаю тоже Джулипо. И у него задание было переехать с семьей в другое место. И он это исполнил. В общем, до поры до времени жизнь была прекрасна. Я приезжала в Самару. Каждый год я, наверное, за 25 лет только два раза не была в Самаре. Привозила детей. Мои дети знают, какие у них корни. Они прекрасно знают Самару. Они могут пойти в магазин и что-то купить. Но потом как-то вот получилась такая история, что, наверное, дед настроил мою маму против меня. Она не стала ни о каких вопросах со мной разговаривать. Хотя уже, ну, когда она еще могла все это делать, надо все-таки своими детьми разговаривать и им помогать. Потому что на меня все это обрушилось. Мне было очень тяжело. Но, слава богу, с моей стороны у меня был муж. Мой защитник. Он, конечно, меня старался оберечь. Потому что мой дед требовал, чтобы я бросила мужа. Зачем ему такая жена? Да, жена должна сейчас ехать в Россию и ухаживать за мамой. Дети выросли. Да, они уже были взросленькие. Уже одна училась в институте, другая заканчивала школу. Вот. И, в общем, как бы у него было такое требование. Что, конечно, очень тяжело. Потому что я считаю, он-то прожил свою жизнь. Он-то сделал свою судьбу так, как ему было предложено. Он требовал от меня, чтобы я уехала из Германии и начала совершенно новую жизнь. Не спрашивая, как. И вообще, как это я покину моего мужа. Он меня тоже любит. Вот. И он, конечно, если бы я сказала, мне нужно ехать там на месяц, на два, на три. Я буду ухаживать за мамой и думать, что делать. Он, наверное, бы это сделал. Но это, вы знаете, это еще для родного человека, за своим родным человеком ухаживать длительное время. Это еще тяжелее, потому что ты страдаешь. Ужасно страдаешь. У меня не было никакого... Был, наверное, один-два волоса до 45 лет. Потому что 5 или 6 лет назад вот этот был тяжелый инсульт. В общем, история, конечно, и жизни, как бывает. Когда родители, ну, как правило, не только у меня, так родители, которые отмахиваются от вопросов здоровья, не хотят этим заниматься. Это для них тяжеловато. Я знаю, потому что мне пришлось сейчас вот заниматься, чтобы поднимать свой гемоглобин, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы бегать. Я могу вам рассказать, какие вещи я взяла. То есть, это, как говорится, для меня муж. Мой муж нашел в интернете. И я вам покажу. Это Инадэха, который помогает мне нормально функционировать. Потому что у меня гемоглобин был очень низкий. Немецкие врачи вообще думали, я вообще уже мертвая. Ну, я не мертвая. Я уже с тех пор очень хорошо. Я просто сама напортачила. Мне нужно регулярно есть. Когда я работала, я задвигала все. То есть, ни еда, ни хождение в туалет для меня не было важным. И, конечно, есть такая вещь, как месть тела. И сейчас я это проживаю. Но я, как говорится, начинаю заниматься спортом. Начинаю приходить в себя. Это, конечно, позволил мне мой муж. Потому что у нас еще дочка учится в институте. Это стоит очень много денег. Ну, в общем, что мне было очень тяжело, что мой родной человек, человек моей крови, конечно, решил меня попользовать. Это очень плохое чувство. Это очень тяжелое чувство. И когда ты это понимаешь, что сначала моя мама, как говорится, которая еще слабее была по здоровью, не выдержала вот такой нагрузки. Каждый день что-то свеженькое варить. Он еще старался, конечно, экономить деньги. Он все время говорил, вот надо вот на этом сэкономить, на этом. В общем, непросто ей было. И вот сейчас я надеюсь, что будет все лучше. У меня очень хорошая сиделка. Уже 6 лет. Она практически уже как относится к моей семье. И я очень рада, что вот сейчас, особенно в это время, каких-то странных пандемий, странных вещей, что с ней находится этот человек. Потому что я не могу ехать. И мы сейчас пытаемся через вот мою сиделку Гульчихра. Я с большим уважением отношусь к ней. Она продлила дни моего деда 100%. Она сейчас продлевает дни моей мамы. Ну, конечно, я готова буду все ей, как говорится, отдать. Потому что она обеспечивает мне то, что я могу говорить каждую неделю своей маме. Мама не говорит. Мама не говорит. Это, конечно, тоже очень тяжелая вещь. Поэтому, если женщины, которые родители и меня слушают, пожалуйста, ухаживайте за своим здоровьем. Особенно, когда ваши дочери, дочки или там сыны уезжают в другую страну. И ты здесь, ты здесь, ты здесь работаешь. Особенно тогда, когда все это началось. Я работала, подтверждала свой диплом. То есть мне было очень тяжело. Когда я свой диплом подтверждала, я работала, наверное, по 60 часов в неделю. То есть нужна была очень теоретическая подготовка, большая. В общем, там очень заумно. Но, слава богу, мозги работают. То есть это я все смогла. Конечно, мои оценки не самые лучшие. Но у меня подтверждение официально работать учителем. Его просто так не получишь. То есть каким-то там... Это дело в оплате. Дело в оплате. То есть если ты просто со стороны приходишь, и ты не имел отношения к педагогической деятельности, ты можешь работать в школе. То есть у тебя есть будет школа, но они платят совсем по-другому. А когда ты вот делаешь такую квалификацию, она очень тяжело получить. Я получила ее на двух предметах. Я уже, наверное, рассказывала немецкий. Я имею право преподавать в немецкой школе, немецким школьникам. Хотя, конечно, во многих классах уже немецких школьников меньше. Это тоже я могу рассказать, если хотите. В общем, тяжелые, тяжелые у меня были пять лет, потому что дед очень много, очень негативно ко мне относился. Он очень меня как бы упрекал. Все ему было недостаточно, что мы платим. То есть я не могу сказать, что мы тут голодаем или что, но, понимаете, дети, которые учатся в институте, это очень дорого. Потом мы обычная семья, мы получаем нормальные средние доходы. И, как говорится, у нас тут нет никаких пароходов, как это, заводов и пароходов. И получается так вот, что дед, конечно, меня морально очень убил, в конце концов. Потому что, когда меня немножко отпустило, когда ситуация стабилизировалась, как раз после его смерти она тоже стабилизировалась, у меня пошли ужасные, конечно, эмоциональные вот эти вот волны. я их отрабатывала, я знаю, если я их отрабатываю, переживу, я все отпущу. Потому что ты понимаешь, это же ужасно, когда человек, который, по идее, тебя должен как бы любить, он тебя не любит, он хочет тебя поиметь, ему все равно, если ты заболеешь и так же у тебя случится инсульт. Да, его это не интересует, его не интересовали свои правнуки. Я его внучка, он как-то ко мне еще отношения имел, но может быть за столько лет жизни в Германии он меня забыл и вспомнил только когда, когда решил сэкономить его деньги. Деньги у них были, дело в том, что если бы у него не было денег, и он бы сказал мне так и так, а он скрывал все время, у него была очень хорошая пенсия, люди, 57 тысяч, по это, 20 тысяч пенсия моей матери. То есть им не нужна была моя помощь, вот, даже если они платили за сиделку. И, ну, слава богу, это сейчас вот уже тряслось, и этот вопрос, конечно, тяжелый, почему твои родители начинают к тебе относиться очень так потребительски, где эта любовь? Потому что родители любят детей больше, намного больше. В общем, об этой теме можно разговаривать очень долго. Вот у меня был такой опыт, и насколько я знаю, от этого надо освобождаться, потому что это тоже какой-то яд в душе остается, если вот так вот, и те дети, которые стали взрослыми, которые в детстве к ним плохо относились. Надо освобождаться от этого, потому что без этого ты не сможешь нормально, счастливо жить. Да, не чувствовать себя нормальным человеком, ты будешь всегда жертвой. А жертва, это, ну, это по жизни просто, ничего не будет получаться, никто у тебя не будет нормально к тебе относиться. Я замечала, как это было. Так что вот, я вам рассказала про это, видео получилось теперь 18 минут. Так что, если вы хотите, конечно, об этом еще разговаривать, может быть, даже в прямых эфирах, давайте поговорим, это очень тяжелые темы. И, конечно, не всегда пойдешь к психологу. Иногда, слава богу, хватает вот такого разговора по душам, да? Почаевничать, поговорить. Вот, я вас целую. И желаю вам, конечно, ваших всех кусей выпускать из души. Это вот мое твердое такое мнение. Так, целую, пока.